Привет, дорогие друзья! Как я и обещал, я обратился с иском в административный суд Киева о признании противоправным решения Киевсовета об установлении памятных дат. Я сейчас все по полочкам попытаюсь разложить. На эту работу меня, собственно говоря, сподвиг руководитель украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, которая систематически занимается разоблачением нацистских коллаборантов и лиц, причастных к массовым убийствам и к Холокосту. Проанализировав это решение Киевсовета, мы пришли к выводу, что это обычное мошенничество. Кстати говоря, парламент принял тоже аналогичное решение. На фоне решений, например, о памятной дате празднования, основания Запорожья, ну что плохого, или такого-то университета, или награждение летчика Ивана Кожедуба, который в Великую Отечественную боролся с нацистами. А вот в этот весь большой список Киевсовет спрятал 8 человек. Именно в части этих 8 административный суд своим определением сегодня приостановил это решение Киевсовета. То есть теперь этих 8 человек праздновать не надо. Теперь о ком идет речь? Вот давайте посмотрим, вот скажите просто, обязательно ли нам праздновать, вот видите в кружочке стоит человек, обратите внимание, Кубеевич. А надо ли нам праздновать памятную дату эту? Или, например, давайте посмотрим Мельник, Андрей Мельник. Вот, например, в соответствии с опубликованным Институтом истории Украины, Национальной академии наук, например, в своем письме Мельник обращается к Адольфу Гитлеру в июле 41-го года. Там он пишет, фюреру немецкого народу и верховному главнокомандующему немецкого вермахта. Від широго сердца поделяемо идеалы новой Европы. Допомога в здействовании этих идеалов отвечает прагнению всего украинского народа. Мы просим, чтобы и мы могли марширувати плеч о плеч с нашими возводителями немецким вермахтом. И с цей мытой просим у вас уможливать нам утворение украинской боевой частины. Вот надо нам это праздновать? Ну, я думаю, люди здоровые понимают. Или, например, Киевсовет такого фигуранта внес. Вот он здесь пишет о необходимости, чтобы каждая, каждая украинка, значит, даже стыдно такое читать. Ну, вот он, например, пишет, что жиды не отворять расовые одности. В религии жиды не ведь играли иншую роль, как посередников. Он основатель идей, один из основателей расовой идей. Или, например, Василь Галаса. Он пишет тоже, что потребна, значит, била раса. Клич очищения нации від чужих елементів, а також підкреслення значения кровної єдності украинців. Отже, її так само мусимо вызнати за основоположністью ідей украинського расизму. Вот я не могу понять, как Киев, город, который больше всех почти пострадал от нацизма, город, переживший Бабин Яр, как Киев мог приблизиться к такому решению. Вот нет никаких оправданий Киевсовету и всем депутатам, которые за это проголосовали. Наша принципиальная позиция. В Киеве никаких официальных праздников нацистским коллаборантам, лицам причастным к Холокосту, никто праздновать не будет. Мы приложим все свои правовые, законные усилия и инструменты для того, чтобы больше это никогда не повторялось. Этому дана оценка уже и Нюрнбергским трибуналам, и Организациям об'единенных наций. Этому дана оценка Парламентской ассамблеї Совета Европы и украинским законам о запрете нацизма. Поэтому, друзья, я буду вас информировать о ходе этого судебного процесса. Но так как определение суда уже выдано, праздник у них закончился, пусть они собираются у себя там, одевают форму и ходят у себя там где-то по дому у себя и празднуют, как хотят. А переносить это на государственный или региональный уровень никто не допустит. Спасибо, что смотрите. Успехов всем. Пока.